Прошедший отопительный сезон назвали стабильным. Серьезных аварий, связанных с теплоснабжением не было. Лишь незначительные, а вот износ оборудования велик – 70%. Мы прекрасно знаем, что оно у нас очень сильно изношено. Оно с советских времен практически не обновлялось. Но если говорить в целом, в общих масштабах, несмотря на то, что мы системно и целенаправленно занимаемся модернизацией жилищно-коммунального хозяйства, у нас реализуется специальная программа на территории края. Выделяются достаточно приличные средства ежегодные. Это в районе 200-300 миллионов рублей в зависимости от бюджета каждого года. Благодаря вышеупомянутой сумме удается немного стабилизировать ситуацию. Но чтобы снизить износ оборудования хотя бы до 50%, нужно 25 миллиардов рублей. Эту задачу выполнить пока что нереально, подытожил Пазников. Если за крупные финансовые вопросы отвечает министерство, то исполнители – многочисленные управляющие компании города, работа которых далека от идеала. Мы на начальном этапе выдали 31 предостережение по этим домам для того, чтобы управляющие компании обеспечили промывку, опрессовку, регулировку сети отопления. Далее, уже к сентябрю месяца, это происходили мероприятия все мая и июнь, в сентябре месяце, к началу отопительного сезона мы провели уже проверки по этим проблемным домам. И уже выдавали предписания. Их выдано уже 57. Подготовили и специальный рейтинг управляющих компаний, составленный с учетом обращений граждан и выявленных нарушений. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.